Добрый день всем, мы рады вас приветствовать на этой конференции. И сегодня мы приготовили для вас доклад о планировке магазина. Предыдущие спикеры говорили о том, какие показатели необходимо отслеживать. И мы с вами посмотрим, как ошибки приводят к плохим показателям, к снижению продаж, к весьма существенному. И, конечно же, расскажем о том, как избежать этих ошибок и представим методику правильной, эффективной планировки магазина. Хотели у вас спросить, у кого же есть магазины? Поднимите, пожалуйста, руки. Так, основная часть. И кто планирует в ближайшее время открывать торговые точки? Хорошо, спасибо. Обновлять. Вопросы актуальные. Кратко о нас. Наверное, может быть, вы уже знакомы по нашим книгам. Мерчендайзинг, проектирование магазинов и торговых центров, торговая недвижимость. И за годы работы мы лично спроектировали более 2 миллионов квадратных метров торговых площадей. Это магазины, торговые центры. И работаем практически по всей территории России и в 12 странах зарубежных. И, кстати, хотели сказать, что наша книга проектирования магазинов и торговых центров... Теперь доступна и в электронной версии. И вы можете посмотреть ее на нашем сайте. Вот внизу дана ссылка. И там можно прочитать многие вопросы очень подробно. Которые касаются непосредственно планирования магазина, проектирования его дизайна. И внутренняя часть, и фасад, и расположение внутри торговых центров, и структура торговых центров. То есть все эти вопросы можно сейчас спокойно почитать, скачав по данной ссылке. Скачав бесплатно, без регистрации. Бесплатно и без регистрации. Основные задачи планировки. Первое, это как привлечь покупателя. Как привлечь покупателя как по географии из более далеких мест, так и различных полувозрастных групп, имущественных групп, в зависимости от поставленных задач. Мы подбираем соответствующую планировку магазина, чтобы она была привлекательной для покупателей целевых. Следующая задача, это увеличение времени пребывания покупателя в магазине. Нам очень важно, чтобы покупатель обошел весь зал, посмотрел самые разные его места, предложения, акции наши и собрал все необходимые товары. И чтобы в зале не было плохо работающих зон, плохо работающих участков, плохо работающих полок. Следующий момент, это создание интереса и лояльности. То есть, чтобы у покупателей возникал интерес, было интересно ходить. Не только люди ходят в магазин, не только для того, чтобы получить какие-то товары, но и за эмоциями тоже. Это важная составляющая. И чтобы у покупателя была лояльность. Лояльность означает, что какой процент своих денег, отведенных на данный товар, покупатель будет тратить именно в вашем магазине. В настоящий момент развились многие технологии, развились и развиваются. В частности, значительное развитие получила онлайн торговля. И онлайн торговля, она довольно сильно сейчас стала воздействовать на так называемый, на традиционный оффлайновый ритейл. Мы, в принципе, видим, что много интересного в этом направлении. Но это отдельная тема, я сейчас не очень буду ее касаться. И потребительское поведение стало очень меняться. Оно стало меняться и в силу развития новых технологий, и в силу того, что резко возросла конкуренция в ритейле. Существенно возросла насыщенность. Увеличивается географическое проникновение сети. Если вы обратите внимание, то много появляется небольших форматов, которые начинают заходить, проникать глубже к покупателю в жилые и офисные районы. То есть стараются быть максимально ближе к покупателю. Следующий момент, который мы должны учитывать, это стадии экономического цикла. Как мы знаем, что есть стадии подъема, есть стадии спада. Для каждого характерно определенное поведение. В принципе, хорошая планировка, она учитывает и эти моменты тоже. И очень важный момент – это состояние рынка недвижимости, наличие предложения, какие площади предлагаются на рынке, какими форматами можно заходить, какими форматами можно развиваться, как развиваются торговые и многофункциональные центры. Это все будут факторы, которые сильно влияют сегодня на рынок. В частности, массовое развитие магазинов, сетей в торговых центрах. Оно требует решений планировочных, фасадных по дизайну, разработанных специально для торговых центров. Когда проходит трафик, и вы работаете с этим проходящим трафиком, и максимально привлекаете к себе в магазин. Вот здесь роль фасада, в данном случае в торговом центре, это будет внутренний фасад. Фасад, витрины, освещенность торгового зала. Она очень велика. И практически почти 50% определяет решение покупателя, который не знаком до этого с вашей торговой точкой, зайдет он вообще или не зайдет в ваш магазин. И вот эти факторы сегодняшнего рынка, как они влияют на магазиностроение. Но поскольку покупатели переходят частично в интернет, совершают там свой выбор, а то магазин должен давать людям то, чего они не получают, сидя за экраном компьютера. А именно, должен давать больше эмоций, больше приятных ощущений. Сама кинетика, эмоции, тактильные ощущения, они должны быть приятными, они должны быть захватывающими для того, чтобы магазин успешно работал. И в условиях высокой конкуренции необходимо оставаться актуальным. Но в принципе считается, что примерно раз в 7 лет – это минимум, когда магазин должен проводить рестайлинг, а именно частично менять дизайн, торговое оборудование, частично планировку, вообще может быть сама концепция, меняться с течением времени. Либо, если у вас на территории открываются сильные конкуренты, то тогда надо делать это обязательно. Вообще актуальным надо оставаться всегда и не ждать, пока ситуация станет критичным, чтобы магазин не выглядел морально устаревшим. Не терять времени до тех пор, пока не останется ни времени, ни денег. То есть какие-то вещи лучше делать заранее. Чем раньше их начать, тем лучше. А вот что касается планировки, то здесь ситуация немного другая. Вопрос довольно часто возникает, как часто надо менять планировку магазина. Это в первую очередь зависит от его специализации. Если магазин предлагает товары повседневного спроса частого, ну как, например, продукты, питание, аптека, товары для дома, то там сама схема, сама логика расположения товарных групп, она уже определена. И менять ее не имеет смысла, потому что тогда вы нарушите вот этот организм, циркуляцию правильную по всем участкам зала. А вот что касается всего, что связано с модой, мода – это не только одежда. Это и техника, и мебель, и отделочные материалы. Поэтому здесь очень важно как раз не быть таким традиционным и регулярно меняться, регулярно вызывать у покупателя интерес, вызывать желание. Важными показателями привлекательности торгового пространства являются, как мы уже говорили, среднее время пребывания покупателей в магазине, то есть то, насколько полно они осматривают зал. Среднее количество покупателей, среднее количество наименований в чеке. Среднее количество наименований в чеке очень тесно связано с первым пунктом, то есть со средним временем пребывания покупателей в магазине. И также с этим связан и четвертый пункт равномерное распределение показателей товарооборота с одного квадратного метра в различных отделах. То есть это очень значимый фактор для планирования, проектирования торгового зала. Отсутствие зон с низкой эффективностью использования торговых площадей. Как мы помним, эффективность использования площадей – это доля в товарообороте, деленная на долю в занимаемой площади. И нужно добиваться, чтобы зон с низкой эффективностью использования не было. Все участки магазина должны работать очень хорошо. Конечно, будут какие-то участки, где меньше активность, но вообще работа магазина должна быть равномерной. Мы не любим такие слова, как холодная зона, горячая зона. Магазин весь должен быть очень активным. Самое главное, чтобы не было никаких мертвых зон. И вот типичные ошибки, которые приводят к тому, что вы видите сейчас на экране. Печальный конец. Типичные ошибки мы собрали и расположили в порядке убывания, вот что важно. На первом месте неудачное оформление фасада и входной зоны. Все это приводит к снижению количества посетителей. Фасад может быть незаметным вообще. Также он может создавать абсолютно неправильное впечатление о позиционировании магазина и его астротименте. Например, когда применены цвета, стиль оформления более дорогой, либо не ассоциирующийся с конкретным товаром. Например, если оформить детские товары в черном и сером цвете, понятно, что они не будут привлекать целевую аудиторию. А в торговых центрах это закрытые фасады, которые заклеены баннерами, загорожены торговым оборудованием. Но, к сожалению, торговцы почему-то до сих пор считают, что чем больше оборудования, тем больше продажи, что абсолютно неверно. И вот это первое. Потому что, если помните, то формула товарооборота магазина, она, собственно, складывается из четырех компонентов. Это количество покупателей, средний чек – это наценка и сдержки. И поэтому вот здесь с помощью фасада мы воздействуем на количество входящих покупателей. Это задача номер один. Ошибка номер два. Неправильное направление потоков. Либо поток не направляется вообще. Разрешаем покупателю идти, куда он хочет. И в этом случае он не обойдет даже половины магазина. В итоге появляются мертвые участки в торговом зале и низкие продажи площади. Третья ошибка – неправильное зонирование. Вот если связать продажи, аналитику и планировку с зонированием, то вам будет очень удобно работать, если группа в товарном каталоге будет соответствовать зоне в торговом зале и на полках. И тогда вы четко сможете отслеживать продажи с какого-то конкретного участка торговой площади. И для аналитики это будет вам очень удобно. Неправильное зонирование приводит к снижению среднего чека, к падению. Кстати, удобно будет, если будете делать в будущем сайты продвигать, то на сайтах тоже можно располагать информацию, где данный товар можно найти в торговом зале. Если для товаров, которые ежедневного употребления, это не имеет смысла, то для более редких товаров, которые люди берут реже или каких-то специальных, небольших товаров, это очень значимая информация. И она будет помогать покупателям. Ошибка номер четыре. Это неправильное распределение приоритетных мест в торговом зале. Это хорошо заметные места на потоке. Это торцевые секции, стеллажей. И вот это, если вспомнить принцип АБЦ, это приводит к основным потерянным продажам. Когда эти места либо вообще не работают, если не поставили, скажем, торцевое оборудование. Или на них стоит не тот товар. Товар группы С занимает очень хорошее место. И последние две ошибки – это перегруженность торговым оборудованием, которая приводит к вообще некомфортным условиям в торговом зале и к тому, что товар просто плохо становится заметен. Вроде как товара больше, но продается он однозначно хуже. И на последнем месте среди ошибок – неудачное оформление. Когда товар не выделяется из фона или просто фон малоинтересный. Или неправильное впечатление о магазине у целевой аудитории. Например, магазин кажется более дорогим или, наоборот, более дешевым, таким дешманским. Или непривлекательным для женщин, мужчин, в зависимости от того, с кем вы работаете. При планировке магазина важно учитывать, что покупатель не любит совершать лишних действий. То есть как только ему становится что-то сложно, он не может найти, ему надо принимать какие-то дополнительные усилия, люди обычно отказываются от таких действий. Покупатели становятся все более и более требовательными по мере развития торговли, выхода, появления новых технологий. У людей уже совсем другие требования, чем были раньше, в начале 2000-х годов, скажем, покупатель был гораздо менее избалованный, более простой. Покупатели испытывают дискомфорт из-за неудачного планировочного решения. Но, как правило, они об этом дискомфорте не говорят, а просто меньше покупают на таких площадках. У них сразу снижается и средний чек, и количество покупок в чеке. Покупатели подчиняются законам поведения толпы, поэтому некоторые действия, вот постановка, скажем, корзин для распродажи, она должна быть в определенных местах, чтобы передавался ажиотаж покупателям. Логика покупателя нередко отличается от логики продавца, и за этим торговцам надо очень следить, чтобы не отрываться от своих покупателей, потому что многие вещи, которые торговцам кажутся простыми, понятными и естественными, не выглядят таковыми в глазах покупателя. И у малообеспеченных покупателей, как правило, больше комплексов. И часто они используют, когда не могут купить какой-то товар, не могут себе позволить или считают, что не могут позволить, то они могут прибегать к отговоркам или какому-то поведению, использовать какие-то другие возражения. И вы будете думать, что это является причиной, а на самом деле причина просто в том, что малообеспеченные покупатели более закомплексованные. И вот пример, как с помощью планировки можно управлять покупательскими потоками, а управлять надо обязательно. Грамотный магазин должен красиво, логично вести покупателей через весь торговый зал. При этом ни в коем случае не надо создавать каких-то препятствий, создавать сложностей. Покупатель не должен понимать, по большому счету, что им управляют. Ему просто должно быть интересно, приятно следовать от одной точки к другой, смотреть товары. Вот на этом слайде вы видите, как направление потока сделано за счет такой плавной дорожки по гипермаркету. И поток идет в определенном направлении. То есть это элементы подсознательного, визуального и подсознательного управления. По поводу логики торговца и логики покупателя. Очень часто магазин какие-то свои внутренние проблемы, ограничения, он перекладывает на покупателя. Если клиент не может найти что-то в торговом зале, продавцы очень часто искренне удивляются. Говорят, ну как же так, ну все же прекрасно видно, ну вон там в углу на нижней полке вы не смотрели? А если еще в заднем ряду найти товар? И поэтому вот эти все странные вещи, вот как данная выкладка. Магазин должен предлагать комплексные решения, а не заставлять покупателя искать товары. А то, что вы сейчас видите, вот эти товары объединяет только по сути материал изготовления, это пластик. Но при этом они относятся по своей логике к абсолютно разным зонам. И никогда эти товары не могут быть куплены совместно. Поэтому такое расположение в торговом зале, оно конечно же сильно снижает продажи, во-первых. И во-вторых, производит крайне негативное впечатление на покупателей. Ну вот еще один пример. Мы много покажем вам таких страшилок и веселых картинок с ошибками. А тоже неправильное зонирование, неправильная группировка товара представляют собой разные группы. Это интерьер и, собственно, оборудование для ремонта. И продавец по своей логике объединил их как электротовары. Вот еще один пример, еще одна ошибка. Маршрут полностью отсутствует. Если вы посмотрите, проследите направление движения от входа, то очень легко увидеть, что, во-первых, безумно скучно, когда покупатель сразу упирается в прямые стеллажи. И, во-вторых, почти 40% зала справа от входа будет являться мертвой зоной. Потому что поток сразу направляется прямо и покупатели не проходят весь торговый зал. Ну, плюс еще, конечно, теснота. Симметричная планировка, такая, как здесь. Ну, может быть, конечно, очень красиво смотрится на бумаге, но в реальности крайне сложная навигация и, как итог, серьезное снижение продаж. Запутанно. Запутанно. Полное отсутствие маршрута. Ошибка в зонировании, в расположении магнитов в торговом зале. Вот здесь она обошлась тоже около 35%. Неэффективной работы. Плюс крайне низкий средний чек для формата супермаркет. И это при большом количестве покупателей. Если планировка неэффективная, то часть площадей, она как бы горит. Это зона очень низкого использования площадей. При оптимальной ситуации и оптимальной планировке работает весь зал целиком. И вот мы говорили об эффективности использования площади. Вы сейчас видите результат графического представления анализа по коэффициенту эффективности. Тоже очень вам советуем взять это на вооружение. Особенно для магазинов площадью больше, скажем, 100 квадратных метров обязательно надо проводить уже по зонам. Этот анализ проводится, как вы знаете, на первом этапе по площади. Когда вы считаете площади для отделов, товарных групп вместе с половиной прохода. И на втором этапе уже для планограмм этот анализ проводится по погонным метрам выкладки. И если своевременно проводить такую аналитику, то сразу вы увидите слабые места в зале и поймете, нужна ли вам перестановка, перепланировка или, возможно, какая-то работа с ассортиментом. На этом примере вы видите результат анализа в графическом виде. И ситуация, конечно, очень и очень серьезная. Практически половина зала работает неэффективно. Вот это сигнал, что нужна перепланировка, перестановка оборудования, а также перераспределение места между товарными группами. Пример расчета коэффициента. В принципе, это, я думаю, коллеги вам расскажут, как это можно сделать с помощью программного обеспечения. И регулярно понимать работу всех участков вашего торгового зала и ваших полок. К причинам низкой эффективности использования площади вот таких красных и желтых участков в торговом зале можно отнести, во-первых, неправильную планировку. Это определяющий момент, практически более 80% случаев, а проблемы с эффективностью связаны именно с недостатками планировки. И далее такие моменты, уже связанные с ассортиментом и некачественной выкладкой, как проблемы с поставками. Если вы видели красную зону, то там, возможно, какой-то товар отсутствовал, либо неправильно сформирован ассортимент, таким образом, что он не продается, просто служит выставкой. А может быть, неэффективная выкладка, как то, что вы видите на экране. То есть разные могут быть причины. Это и планировочная, это и раздутость какой-либо категории, и плохие поставки, вот как Кира сказала. И, соответственно, неудачное оборудование, и нередко также оказывается виноватым низкая освещенность, плохая освещенность на данных участках. Да, либо в целом, либо отсутствие направления потоков с помощью света. Люди всегда идут на свет. И чем больше магазин, тем важнее направлять их с помощью освещения. Вот пример перераспределения площади между товарными группами. Было, одна из групп показывает низкое значение коэффициента, ниже нормального. Нормальное – это единицы и выше, от 0,8 до единицы – это приемлемо, и меньше 0,8 – это все низкая эффективность. И, соответственно, при перепланировке, перестановке товарных групп и распределении места ситуация выровнялась, и коэффициент уже в нормальных границах. И, соответственно, это всегда приводит к повышению продаж и, как правило, к повышению количества наименований в чеке. То есть все те показатели, которые вы должны регулярно в текущем режиме анализировать. Пример неправильного распределения приоритетных мест прямо на потоке, когда покупатели двигаются и видят этот прекрасный красивый торец, поставили товары группы С. Вот этого ни в коем случае делать нельзя. Специальные товары, плохо продающиеся товары, они ни в коем случае не должны занимать хорошие места в торговом зале и на полках. А именно это места торцы, места на входе и, соответственно, полка на уровне глаз. Ошибки в оформлении фасада и витрин. Вот, кстати, магазины в торговых центрах. Фасад закрытый, заставленный торговым оборудованием. И на правом слайде дает абсолютно неверное представление об ассортименте магазина. Вот мы не можем сказать, что там продается. То ли обувь, то ли бижутерия, то ли одежда. И, соответственно, желание покупателя зайти в такой магазин просто минимально. Особенно через узенькую дверь. Вот мы советуем сейчас в торговых центрах делать фасады максимально открытыми. Могут они на ночь закрываться только ралетой. Потому что время вот этих загородок, дверей, турникетов. Давно прошло. Прошло. Сейчас даже в Москве в автобусы заходят без турникета. Вот еще одна из характерных ошибок оформления интерьера. Когда начинают делать дизайн, и он получается такой вот очень яркий и отвлекающий от товара. То есть, как видите на обоих фотографиях, на слайде, вы больше обращаете внимание именно на детали интерьера, на полосы, раскраску, яркие цветовые акценты. Скажем, на верхнем слайде больше взгляд переносится на пол с зигзагообразным рисунком и полосатые колонны. А нижний слайд сразу приковывает внимание к верхней потолочной зоне и вводит взгляд от товара. Вообще, честно говоря, в таком интерьере просто абсолютно бесполезно мотивировать продавцов, потому что они просто ничего не смогут сделать. Здесь уже товар убит изначально с помощью такого дизайна. Поэтому дизайн не должен быть очень активным, он не должен забивать товар. Он должен служить для него приятным, интересным фоном. В магазине требуется изменение двух типов. Первый – это периодические. Это связанные с мерчендайзингом, с сезонностью, с праздниками. Демонстрация, когда идет на определенные праздники, подбираются специальные выкладки, задается тематика. И некоторые перемены обусловлены сезонностью. Второй тип изменений нужен, когда потребовалась перепланировка, а именно это проблемные зоны. Появляется пессимистическая структура чеков. То есть вы увидели, что серьезно падает количество чеков, количество позиций в чеке. Происходят негативные изменения в конкурентной покупательской среде. И уж тем более, если вы зафиксировали неудовлетворенность в покупательской среде. Методом наблюдения либо опрос. Основным критерием оценки торговой архитектуры является ее эффективность. Потому что здесь ни в коем случае нельзя применять такие принципы «нравится» или «не нравится». Каждое действие в проектировании магазинов стоит денег. Это либо потерянные деньги, если что-то сделано неправильно, либо это хороший заработок. И поэтому в отличие от других сфер, вот такой как частное домостроение и так далее, и дизайн также имеет свои особенности. Это торговый дизайн. В первую очередь он должен быть очень функциональным. Он должен продавать, он должен быть конкретным, создавать атмосферу необходимую. От каждого элемента. Здесь я хотел бы добавить, значит, бывает так. Могут быть элементы просто вредные, могут быть бесполезные, могут быть полезные. Там тоже в разной степени для продаж. Могут быть еще очень дорогие, но бесполезные. Да, такое тоже возможно. И вот теперь основные ошибки мы вам показали. Ну, конечно, их гораздо больше по факту. И мы постоянно с ними сталкиваемся, постоянно исправляем и наблюдаем, как растет товарооборот. Иногда прямо непосредственно после перепланировки в магазине рост товарооборота 10, 20, 30%. Только за счет маршрута и перестановки оборудования. И вот сейчас расскажем о методике, правильной методике из нескольких пунктов. Как подходить к планировке магазина. О том, как надо. О том, как надо, да. И самое главное, что хотели сказать. Очень важно правильно поставить задачи дизайнерам, технологам и проектировщикам. Потому что далеко не все знают специфику торговли. То есть вы должны сформулировать грамотное техзадание, рассказать о вашей целевой аудитории, подготовить зоны и также включить в техзадание, какие площади для каждой товарной группы вы планируете отвезти. Потому что абсолютно неправильный алгоритм, когда вначале заказывают оборудование, расставляют его, а потом думают уже как там разложить товары. То есть это порочный круг и все оборудование, оно должно заказываться с учетом тех товаров, которые там будут расположены. Еще надо отметить, что архитекторов, дизайнеров и проектировщиков, кто специализируется именно на ритейле, их немного. Они есть, но их немного и не факт, что вам повезет именно с ними работать. Итак, методика планировки магазина. На первом этапе оцениваем помещение, его сложности, его, возможно, какие-то недостатки изначальные в виде несущих стен, колонн, узких мест, формы. И насколько с ним вообще работать, с этим помещением. Ограничение обзора. А на втором этапе выбираем маршрут, прокладываем его и, соответственно, выбираем схему расстановки торгового оборудования. А третий этап – формируем эффективную входную зону. А далее определяем создателей потока те товары, которые мы будем размещать по периметру и которые будут направлять поток в торговом зале. И после этого все товары группируем по тематическим зонам, выделяем место для каждой группы. И очень важно, чтобы магазин не был монотонным, не забыть про акценты. Тоже определяем места для акцентов, как они будут располагаться в торговом зале. И вот самая последняя стадия – это уже подбор и расстановка торгового оборудования. При такой правильной последовательности вы сэкономите, ну, конечно же, и деньги, и время, и собственные нервы. И силы. И силы, да, что немаловажно. Вот первый шаг. Оцениваем помещение. В данном случае оно хорошее, за исключением одной стенки неправильной формы. Еще хотели бы отметить, что, конечно же, те помещения, которые вытянуты вглубь, они гораздо сложнее для работы. Потому что нам надо будет довести покупателя до задней стены, провести его. А более простые помещения, вот так называемые лежащие прямоугольники, вот такой формы. Вытянутые вглубь – это стоящие помещения, а вытянутые вдоль фасада – это лежащие. Довольно сложная для работы еще квадратная форма помещения. Типы маршрутов. Ну вот в линейной планировке основной тип маршрута – это П-образный, когда вот так обходит. Он может быть простой П-образный, может быть с различными островами, включенными в этот маршрут. Есть и планировки пассаж, когда покупатели просто проходят из одной точки в другую и не возвращаются в исходную. Бывают иногда двусторонние пассажи, это большая редкость, но не бывает. И у них тоже есть своя разновидность – это пассаж с островами. Есть довольно сложные в планировке тяжелые магазины – это так называемый Т-образный маршрут и Г-образный, когда помещение такое вот узкое. Как здесь какое-то помещение. Ну да, если бы делал магазин, то это… До конца расширение было еще. Вот, то есть когда даже основная площадь, она может находиться в глубине. Но, кстати, Т-образные нередкость в торговых центрах. Они, правда, не очень большого масштаба, но они встречаются. Так же, как и Г-образные. Есть тип маршрута, называемый рыбья кость, когда устанавливаются такие красивые ниши по сторонам. Есть вариант рыбьей кости, разбиваемый на последовательное прохождение комнат с особой специализацией. Каждая из них, допустим, там фрукты, овощи, молочная, мясная, рыбная комната. Вот. Есть планировка типа петля, когда вы можете войти, и только обойдя весь магазин вы можете выйти. Ну, наиболее известный классический пример – это Икея. Вот, петля-бродилка, когда более сложная она даже. Вот пример вы видите на экране. Небольшой детский магазин, площадь торгового зала. Так, сколько там? Первый этаж до 500 квадратных метров. И сделана планировка типа петля. Поток направляется, и покупатели могут выйти только через кассу. И еще хотели сказать такой момент, отметить, что в торговле, как правило, отдается предпочтение плавным линиям. Потому что, во-первых, основная масса покупателей – это женщины. Все-таки более 80% – это женщины. И большинству мужчин тоже нравятся плавные формы. Исключение составляет только сравнительно небольшая группа молодых людей, которые являются приверностями каких-то экстремальных видов спорта. Когда это связано с энергией, с активностью, с такой вот экспрессивностью, в этих случаях могут нравиться какие-то более острые формы. Но группа небольшая – это очень специализированные магазины. Поэтому, делая магазины плавные, с красивыми изогнутыми формами, вы, в общем-то, не ошибетесь. Покупателям гораздо проще пройти по такому торговому залу, чем натыкаться, поворачивать. На острые углы, рубленом. Углы покупатели не любят категорически, и особенно острые, и тупиковые. Шаг 2. Выбираем маршрут и схему расстановки торгового оборудования. У него здесь тоже планировка петля, но пройти можно там посередине. Я к предыдущему слайду добавлю. На самом деле, острые углы, они действительно опасны. Если кто-то помнит, такой был исторический факт. Вот Хадынское поле – один из моментов, то, что там павильоны для раздачи, ну, по сути, торговые павильоны, они были сделаны остроконечными. Это погубило очень много народного наличия острых углов в них. Поэтому большой поток покупателей, конечно, лучше, чтобы проходило по такому приятному маршруту. Что необходимо учитывать при планировании маршрута? Во-первых, должен быть выделен в торговом зале основной проход. Он должен быть по ширине больше, чем прочие проходы между торговым оборудованием. Эта дорожка может быть выделена с помощью дизайна, с помощью различной цвета плитки на полу, подсветки, световой карниз. Дублирование элементов пола и декоративных элементов на потолке, который расположен. То есть это, как и раскалы света, может быть выделены какими-то шинами. Иногда делают в детских магазинах, там, типа, паровозик может по рельсам кататься. Но это, по сути, и организуется основной проход таким образом. И когда мы выделили основной проход, не должно быть монотонности, все стеллажи надо расставлять перпендикулярно основному проходу, именно основному, чтобы человек шел и он все время видел направо-налево, что происходит. На слайде вы видите, что вот шли, повернулись, и обратите внимание, что сразу же часть стеллажей тоже повернулась торцами. Потому что торец, по сути, это как витрина данного стеллажа. То есть можно вот так рассматривать его, что внутри стеллажа это как бы такой микромагазинчик, а его витрина – это торец. Еще два правила при создании маршрута. Принцип амфитеатра, когда к периметру оборудование становится выше, чтобы был обзор. Да, это дает хорошую обзорность, потому что людям желательно видеть картину целиком, какими-то вот участками. И человек лучше себя чувствует в такой среде. И особое внимание углам торгового зала. Постарайтесь максимально их раскрыть, чтобы не получились они такими мертвыми, зажатыми. Можно поставить низкое оборудование, можно дорожку прямо туда направить. Но все углы должны работать. Как вариант, углы можно просто вкосить под 45 градусов, расположить там примерочные или кафе, детскую игровую зону. Прилавочный отдел. Вот тоже пример линейной планировки, самая типичная для супермаркетов. Но, тем не менее, для того, чтобы не было монотонности, стеллажи расставляются перпендикулярно основному проходу. И так вот разнообразно, чтобы покупатель не скучал. Чем больше площадь торгового зала, тем магазин должен быть более интересным. И линейную планировку применяют только ярко выраженные ценовые магазины. Магазины-склады, гипермаркеты, строительные магазины, do-it-yourself. Шаг номер три. Формируем эффективную входную зону. Первое, что должна сделать входная зона, заставить покупателя замедлить шаг и более внимательно двигаться по магазину. Потому что с той скоростью, которая идет вне магазина, если он также пройдет магазин, то, соответственно, он не сможет полноценно осмотреть выкладку, не сможет осмотреть товары. И чек будет меньше, и позиции в нем будет меньше. А здесь три правила. Следующее, торможение, определение имиджа магазина. Во входной зоне покупатель должен четко понимать позиционирование магазина, куда он вообще попал. По ценам тоже должен сориентироваться. Здесь дешево или дорого. По гендерной ориентированности. И третье правило – это возбуждение интереса. Сразу с входа надо покупателя заинтересовать. И чего не должно быть на входе? Конечно же, никакого негатива. Здесь видите, что в аптеке стоит на входе? На входе скелет. Есть, в принципе, тип европейских старинных аптек, когда ставят человеческие скелеты, скелеты некоторых животных. Но это достаточно специфический тип такой средневековой аптеки. Если они сохраняются, то это, как правило, такое очень жесткое этро. А так, в принципе, в современной аптеке не очень желательно на входе такие вещи ставить. И второй слайд – тяжелый мрачный вход. Любые препятствия снижают количество входящих покупателей. Всегда надо сделать вход максимально приглашающим. Соглашающим. Приветливым. Или вот. Что-то не хочется в такой магазин выходить, да? Поэтому никакого негатива. Все объявления, которые вы вешаете во входной зоне, все должны быть только в позитивном ключе. Без слова «не», «запрещается», «строго запрещается» и так далее. На следующем этапе мы должны определить создателей потока. То есть те товары, за которыми покупатели пойдут в заднюю часть торгового зала и обойдут весь зал. В супермаркете магниты очевидно. Да, это хлеб, молоко, мясо и так далее. И в магазинах остальной специализации можно по трем критериям их определить. Это товары, которые потребляются часто и регулярно, расходуются. И также специальные товары, как одежда больших размеров. Целевики. Целевики, за которыми всегда идут. И по типу спроса товары должны подразделяться по зонам. Группа 1 ставится дальше и, соответственно, группа 3 ближе к потоку. И также необходимо учитывать при распределении товаров такие факторы, как соседство, свойства товаров. А насколько долго требуется покупателю выбирать товар, осматривать. Например, для того, чтобы понять рисунок обоев или линолеума, нужен, во-первых, достаточно большой образец. И, во-вторых, человек должен отойти как минимум на метр-полтора, чтобы представить, как это будет смотреться, вся эта поверхность в интерьере. Правило единства товарной группы при распределении товаров гласит о том, что в пределах обозримости, например, с двух сторон прохода или в одной тематической зоне, должны стоять товары, которые подходят друг другу, употребляются друг с другом в пищу или бывают в интерьере, вместе, встречаются. То есть это цельно удобное должно быть решение. Например, ставить овощную консервацию и чай рядом – это не лучшее решение. Можно, конечно, съесть вместе. И вот для сетей применяется стандарт зонирования. На первом этапе вы выделяете вот эти зоны. Вот здесь в супермаркете – это традиционная зона. Это завтрак, обед, ужин. И принципы такие, как от сырого к готовому и от соленого к сладкому. Начинаем с соленого, заканчиваем в конце торгового зала сладким. И вот тогда у вас рыба никогда не окажется рядом с тортами. И стандарт зонирования для сети, который в сетях мы тоже очень советуем внедрить, он выглядит как порядок расположения зон по порядку обхода магазина, при движении от входа к кассам. Площади в торговом зале распределяются в зависимости от доли продаж. И вот тогда мы получаем высокую эффективность. Доля в продажах примерно равна доле места в торговом зале и на полках. Здесь хотели бы отметить, что опираться надо не на историю продаж, а также и стратегическое видение иметь. Если вы хотите увеличить какие-то группы. То есть вы должны выставлять так, какую картину вы хотите увидеть. Если вы хотите, чтобы эта группа продавалась больше, то вы должны, соответственно, ее поставить больше. И потом посмотреть, получилось или нет. Но ставят именно в расчете на будущую картину, на те перемены, которые должны пройти. Пользоваться, как Киро сказал, только анализом истории. Это немножко опасный путь, потому что он может со временем только усугублять какие-то негативные нарастающие явления и ошибки. С течением времени они могут очень серьезно, негативно сказаться на магазине. И иногда мы слышим такие вопросы. Как нам быть? Нам же нужно выставить весь товар, поэтому нам надо больше оборудования, надо повыше заказать. На самом деле неправильно поставлена сама задача. Вам надо не выставить побольше товара, а продать больше. И вот поэтому на вопрос, как быть, если товар не умещается на полках, есть только один единственный ответ. Это оптимизировать ассортимент и представить такое количество товара, которое будет реально востребовано, а не тащить за собой кучу нелегативных. И оптимизировать оборудование. Иногда бывает, что, особенно по мелкоразмерному товару, что можно его нормально выкладывать и нормально разместить, если добавить дополнительные полки. Так, чтобы товар не стоял один за другим, чтобы не клали один товар на другой. Просто иногда бывает, что действительно недостаток полок в этом причина. Но в первую очередь, конечно, надо оптимизировать ассортимент, проверять. Например, если вы делаете перепланировку и внедряете стандарты мерчендайзинга в вашей сети, то мы очень советуем вначале провести оптимизацию ассортимента. Потому что много раз наблюдали, что продавцы просто демотивированы. Вот им начальство спустило указание соблюдать новые стандарты мерчендайзинга, а они просто физически не могут это сделать. В принципе неисполнимы. Поэтому смысл делать то, что неисполнимую задачу, это только демотивировать персонал. И один из моментов, это проверяют соответствие физическим размерам, можно ли действительно разместить вот этот ассортимент на том оборудовании, которое есть. Но, как правило, если вы хорошо, нормально оптимизируете ассортимент, у вас должно все получиться. И вся перепланировка должна пройти успешно. А приоритетные места в торговом зале, мы говорили, что они очень важны, и к ним относятся торцевые секции стеллажей и полки на уровне глаз. Седьмой шаг. Очень интересный. Если все, что мы делали до этого, это была технология, то здесь уже начинается креатив, и магазин может обрести свое лицо, изюминку. Шаг создания акцентов. Визуально привлекательные товары, такие как рыбный отдел, например, или красивое цветовое пятно, текстиль, одежда. Красивая подборка. Или вот рыбный отдел, вообще он как бы очень, его очень красиво, очень шикарно можно сделать, но акценты уже нельзя обойтись без помощи хорошего дизайна. То есть, они должны быть интересными, должны вот встряхивать покупателей, давать какой-то акцент, и эмоции, эмоции, ну так, чтобы было вкусно посмотреть, чтобы захотелось, если об одежде говорится, то чтобы захотелось ее одеть. Если об интерьере, то прям так, чтобы вот это впечатлило, и покупателю захотелось создать такое у себя дома, там на даче, в офисе. И акценты, они нужны не только для того, чтобы было красиво. Основная задача акцентов, это повысить коммерческую ценность площади, потому что любая точка, вот те самые места, которые располагаются рядом с акцентом, они более заметны, лучше запоминаются, соответственно, продажи оттуда выше. Вот это надо четко понимать. И здесь еще надо понимать такую вещь, что когда, чем больше размеры магазина, или когда покупатель ходит в большом торговом центре, у него от монотонности он начинает как бы засыпать, ему становится скучно, у него сокращается диаметр сосудов, наступает ухудшение общефизического состояния. Вот когда вы создали такой яркий, интересный, звонкий акцент, вы его заставили встряхнуться, у него самочувствие тоже улучшилось, то есть он стал бодрее и активнее включился в процесс. На этом слайде вы видите пример принципа амфитеатра, когда высота оборудования нарастает постепенно к периметру. И в качестве акцентов могут выступать различные точки активности в торговом зале. Вот скажем, сейчас очень многие супермаркеты размещают у себя кафетерий, зону собственного производства, и там тоже может все быть очень зрелищно. Например, тот же мясник за стеклом, или повар, который что-то готовит прямо на глазах у покупателей. Процесс вовлечения, или вот скажем, показ мод, когда не только профессиональный, монетичный, но и покупательница могут вовлекаться в этот процесс тоже. Ну, конечно, наличие таких мест для мероприятия, оно позволит вам эффективно проводить в магазине промо акции поставщиков, на этом дополнительно зарабатывать, и привлекать дополнительные потоки покупателей. Ну, кстати, одна из причин неэффективно проведенных акций заключается как раз в том, что в магазине просто не было предусмотрено место для этой акции. Мы несколько раз наблюдали несчастных поставщиков, которые жарили пельмени где-то в подсобке, потом бегали, выносили для покупателей. Поэтому место для акции в магазине должно быть запланировано, туда должно быть подведено электричество. Если делаете дегустации и какую-то еду, то, соответственно, желательно вода тоже. Чтобы нормально работал над этим местом. И это будет фишка. Вот пример открытого процесса приготовления пищи на глазах у покупателей. Тоже он очень положительным всегда сказывается на продаже. Вытяжка, она тоже творческий момент. Если, скажем, там желанные ароматы, мы что-то печем или кофе, то наоборот желательно, чтобы запах распространялся и задействовал как можно большее число покупателей, большую локацию. Если это какие-то запахи не очень приятные, значит, тогда должна быть хорошая всасывающая форсунка. Здесь я хочу сказать, что вот еда очень важная вещь для человека. И даже на продаже нон-фуда, даже на продаже техники, например, и даже недвижимости, запахи еды, они очень хорошо работают. То есть это и по мелкой бытовой технике, когда недвижимость продают, тоже ароматизируют нередко. Дома, квартиры это срабатывает. И сейчас растет интерес потребителей к здоровому питанию, к пресловутому ЗОЖу. Так что эти моменты в оформлении, к здоровому образу жизни, я бы даже сказал, потому что не только в продовольственных магазинах, но и в других магазинах аспект с уклоном на ЗОЖ, он положительно воспринимается сейчас с многими покупателями. И, соответственно, оформление. Такие теплые цвета, экологические мотивы и все цвета, которые соответствуют впечатлению о свежести продуктах, о приятных эмоциях. Ну что, мы сейчас составили немножко времени на ваши вопросы. Если они у вас есть, тогда, пожалуйста, задавайте. С удовольствием ответим. Я еще раз хочу напомнить про то, что мы разместили бесплатную версию электронной книги. Вы можете ее скачать. Вот ссылка сейчас у вас на экране. Или просто зайти на сайт КННБИС. И там в раздел аналитика, там книга называется проектирование магазинов и торговых центров. Она доступна сейчас для скачивания. Есть вопросы? Есть. Как там будет с вопросами, чтобы мы их услышали? Да, слышно? Да, конечно. Добрый день. Меня зовут Татьяна. У меня опыт работы в розничном ритейле более 20 лет. Знаете, очень часто сталкиваемся с тем, что двоякая такая ситуация, когда товар заканчивается на полке, оставляют дырку так называемую, чтобы планограмма была более... Ну, легко ее поддерживать. Или затягивают дырку, и тогда планограмму поддерживать просто нереально, потому что все время какого-то товара нет. Как вы считаете, что более приемлемо, именно планограммы или зонограммы расположения товара в магазине? Спасибо. Да, наверное, вопрос достаточно актуальный. Часто он встречается, потому что проблемы есть с поставками. Но мы советуем делать так, что, во-первых, понять, какой магазин. Если это гипермаркет или кэш-энд-кэрри, когда загрузка товара, она связана с его физическим перемещением, там, перетащить коробки, тогда дырка оставляется. Но норматив, как правило, он где-то 2-3 часа за исключением логистически удаленных регионов. Ну, куда просто сложно довести, чтобы персонал туда-сюда все эти товары не двигал. Что происходит при затягивании дырки? Если нет четкого алгоритма, то продавцы ставят туда, какой попал товар. Потом он там остается, его заставляют, и вся планограмма, она уже пошла-поехала. То есть, как правило, очень часто ставят плохо идущий товар, товар группы С, его загружают, и там как бы он надолго прописывается. Лучше ставить те товары, которые можно соседом слева или справа, или между ними поделить. Это более безопасный вариант. Еще на логистически удаленных территориях иногда вот мы сталкивались и делали такую вещь, что можно какой-то дополнительный товар подложить. Ну, к примеру, допустим, у вас мало пива, вы можете туда сделать чипсы, условно говоря. Но это актуально, кстати. Но это именно там, где сильный перебой. А так просто вот самый безопасный способ от соседей слева и справа. Потом здесь надо еще учитывать, что персонал, как правило, ленивый немножко. И если товар там с нижней полки, то или еще откуда-то, то перемещать его обратно чаще всего не будет. В лучшем случае его куда-то туда, вглубь задвинуть. Поэтому, скажем, раздвинуть или отодвинуть, это уже физически гораздо проще. Поэтому, в принципе, если делаются правила, то они немножко вот, ну, специфику людей должны тоже учитывать. И, кстати, вот такой тоже момент, как заставить персонал соблюдать вертикальные блоки в выкладке. Вот мы уже за многие годы убедились, что оптимальный вариант это просто полки немножко на разном уровне ставить, чтобы у людей просто не было соблазна заезжать за выкладку. Физически. Либо какие-то метки на торговом оборудовании, точечки маркером. И, конечно же, контроль. Контроль, мотивация. Ну вот физическая сбивка это один из лучших способов. Продолжение следует...